Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 13 ноября, неделя 22 по Пятидесятнице, Православная Церковь совершает память мученика Епимаха Нового. Святой мученик Епимах, сын благочестивых христиан, происходил из Египта. С самой ранней юности он возлюбил Бога от всей души и возымел доброе намерение послужить Ему единому. Подражая святому Иоанну Крестителю, он отправился в пустыню и долгое время пребывал на Пелусийской горе. Он не имел какого-либо руководителя и святых отцов, но наставником ему в этом суровом пустынном житии был сам Дух Святой. Любовь к Богу поддерживала и укрепляла его в этом трудном подвиге, ибо только одна любовь к Богу всего более может научить человека добродетели. Она побудила святых апостолов оставить все и идти вслед за Господом, который не имел земных богатств. Она же воодушевила преподобных отцов, которые скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Движимые этой любовью мученики и мученицы мужественно страдали за Христа, взывая «Тебя, жених мой, люблю, и Тебя стражду». Эта любовь научила и святого Епимаха переносить пустынные подвиги и труды, претерпевать всякие напасти от невидимых врагов, жить свято в Боге, быть готовым на смерть за Него. Прожив в своем пустынном уединении уже много лет, святой Епимах узнал, что христиане в Александрии претерпевают сильные притеснения, причем одни из последователей Христа, боясь лютых мук, вскрываются в горах и пустынях, другие же отпадают от веры. Распаляемый ревностью к Богу, святой отшельник оставил свою пустыню и отправился в Александрию, желая своей кровью запечатлеть исповедание Христова, пострадать за Господа и укрепить таким образом слабых. Придя в Александрию, он увидел, каким жестоким мучением подвергают нечестивые идолопоклонники верующих. С сердечной горестью он заметил, что злочистье бесовское сильно возросло и многие из христиан колебались. Язычники даже осквернили храм Господень. При виде этого святой смело вошел в Идальское капище. Там, по случаю языческого праздника, тогда было много народа. Блаженный Епимах в присутствии всех смело поверг на землю идолов и сокрушил их. Язычники тотчас же схватили его и отвели к гемону Апеллиану. Увидев, что и гемон сидит на судилище и обрекает христиан на мучения, святой мужественно устремился на него, чтобы поразить безбожника. И Апеллиан не избег бы руки святого Епимаха, если бы стоявшие вокруг не удержали святого. Такую ревность о Господе Боге проявил подвижник. И гемон удивился такой дерзости человека, бедно одетого в рубище. Он повелел отвезти его в темницу и держать там, пока не решит, какому мучению предать его. В темнице тогда находилось множество верных, заключенных за исповедание великого имени Христова. Всех их укреплял Епимах на мученический подвиг. Его увещание ободрило и одушевило верующих, так что ни один из них не устрашился, не отпал от веры, но все с радостью пролили кровь свою за истинного Бога, и все они после различных жестоких мук предали Господу свои души. Наконец, и святого Епимаха предали лютым мукам за то, что он не только верует во Христа, нарушает их праздник, но даже поднял руку на самого Егемона, намереваясь убить его. Сначала святого повесили и стали строгать железными ногтями, затем стали метать в него камнями, раздробляя кости его, а он в муках возглашал. «Если Господь мой, Иисус Христос, ради меня был распят, прободен копием и напоян отстом, то не должен ли я быть причастником его страдания? Я хочу, чтобы вы подвергли меня еще большим мучениям, чем эти. Заушайте меня, плюйте на меня, возложите мне на голову терновый венец, дайте мне трость в руки, напойте желчью все мое тело, покройте язвами, распните меня на кресте и пронзите меня копьем. Что претерпел Господь мой, то и я хочу претерпеть». Много народа стояло кругом и смотрело на мучения святого Епимаха. В толпе находилась тогда одна женщина, которая могла только видеть одним глазом, ибо на другом у нее было бельмо. Видя страдания святого, она плакала. В это время копля крови святого мученика брызнула и попала ей на больной глаз. Тот час око ее исцелело, так что она могла им видеть, как другим. При таком чудном исцелении женщина воскричала. «Велик Бог, которого исповедует этот страдалец!» Затем мучители усекли главу Христова мученика. Так святой Епимах предал душу Господу, за которого пострадал столь мужественно. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Апостолов от Семидесяти, Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Арестовула. Преподобного Спиридона и Никодима, просворников Печерских в Ближних пещерах. Преподобной Мавры Константинопольской Диаконисы. Священномученика Иоанна Кочурова-Пресвитера-Царскосельского. Преподобного Мученика Леонида Молчанова-Игумена. Священномучеников Всеволода Смирнова, Александра Воздвиженского, Сергия Розанова, Алексея Сибирского, Василия Архангельского, Петра Воскобойникова, Василия Колоколова-Пресвитеров. Преподобного Мучеников Анатолия Ботвинникова, Ефросина Антонова-Иеромонахов и мученика Иакова Блатова. Преподобного Мученика Иннокентия Мазурина-Иеродиакона. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, Я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиза именинства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова